МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поехали. Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии Миром Гульсал Кимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. В начале выпуска коротко о главном. Загадочную смерть 26-летнего карагандинца расследуют полицейские. Молодой человек оставил предсмертную записку. Кого просит винить в своей смерти Ардак Жумкешев, расскажут наши корреспонденты. В Караганду прибыл с рабочей поездкой премьер-министр Бахатшан Сагентаев, который посетил ряд производственных и промышленных объектов. Подробности приезда в нашем сюжете. В Караганду посетила делегация из Румынии. В ходе встречи чиновники обсудили вопросы развития сотрудничества Румынии и нашего региона. Караганду продолжают сотрясать криминальные скандалы. На этот раз причиной стала загадочная смерть 26-летнего карагандинца. Ардак Жумкешев оставил предсмертную записку, где в своей смерти он просит винить начальника уголовного розыска и четверых опероуполномоченных. Сотрудники полиции начали расследование по статье «Доведение до самоубийства». Но вот родители молодого человека с такой версией не согласны. С подробностями Фариза Улбаева. Правосудие, чтобы виновники смерти моего сына или кто потолкнул к этому, понесли все наказания. Пусть никто не забывает, что есть высшие силы, высший суд, который накажет хуже, чем те законы, которые есть у нас в Казахстане. Со дня кончины единственного сына Мируер Джумкешевой прошло пять дней. Тело молодого парня с огнестрельным ранением в страже порядка обнаружили 24 июля в гаражном массиве, расположенном в 14 микрорайоне города Караганды. Измученная горем мать уверяет, что сын, получивший огнестрельное ранение, в сердце не мог сделать это самостоятельно, так как умерший до выхода из дома оставил письмо, по которому можно предположить, что он знал о своей смерти. Женщина не скрывает сомнений и даже выражает полное несогласие с тем, что ее 26-летний сын мог покончить жизнь самоубийством и предъявляет в качестве доказательств синяки на разных частях тела и след от удавки на шее. ДВД Карагандинской области отмечает, что за один день до смерти в отделе полиции на Ордака был составлен административный протокол. Его автомашина поставлена на стоянку отдела полиции. Одновременно в отношении нарушителя был собран материал по факту хулиганства, так как пьяный водитель еще и выражался нецензурной брани в сторону сотрудника. В дальнейшем от задержанного было взято обязательство о явке, после чего он был отпущен домой. В тот же день тело Армана было найдено, рядом с погибшим был найден обрез, а в его квартире предсмертная записка. Поэтому уголовное дело переквалифицировали на доведение до самоубийства. Однако проблема в странности факта, с чего вдруг Ордак Жумкешев настолько испугался статьи за хулиганство, что решил свести счеты с жизнью. На следующий день был обнаружен труп гражданина Жумкешева с огнестрельным ранением в гаражном массиве, расположенном в 14 микрорайоне города Караганды. В ходе осмотра места происшествия был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья. Кроме того, при осмотре квартиры Жумкешева обнаружена и изъята предсмертная записка. По указанному факту было начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. И в последующем переквалифицировано в статью 105 доведение до самоубийства УК РК. В настоящее время назначены экспертизы. Уголовное дело находится на контроле руководства ДВД Карагандинской области, которая обещает, что в расследовании будут учтены все детали. Расследование по факту доведения до самоубийства карагандинца также передали спецпрокурору. Наш канал будет внимательно следить за ходом расследования этого уголовного дела. Фариза Албайвашлан Макубеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В Караганду прибыл с рабочей поездкой премьер-министр Казахстана Бахатшан Сагентаев. Чиновник ознакомится с ходом реализации задач послания «Третья модернизация Казахстана». Глобальная конкурентоспособность и программные статьи президента страны «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В регионе премьер-министр посетит ряд промышленных и производственных объектов, среди которых предприятия по переработке молока и производству молочных продуктов ТОО «Натеже Судфабрикаса». Премьер-министр страны и министры встретились с чиновниками, предпринимателями и общественностью карагандинского региона. Во время встречи обсуждались актуальные вопросы развития региона. Бахатшан Сагентаев отметил промышленный потенциал региона и значительную роль карагандинского производства в экономической сфере государства. Также премьер-министр отметил важность технологического развития отечественного производства. О развитии сельскохозяйственной промышленности региона рассказал заместитель Акима области Серик Шайдаров. Также в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область премьер-министр Сагентаев посетил предприятие «Начижесотфабрикаса», где ознакомился с инновационными решениями и технологическими особенностями производства молочных изделий. На сегодня на заводе изготавливаются 30 видов молочных продуктов, а перерабатываются 86 тонн сырья в сутки. Сейчас на данном производстве работают 190 человек. Генеральный директор молочной фабрики Ерлан Ашимов рассказал о применяемых технологиях и дальнейших перспективах предприятия. В настоящее время запускается процесс изготовления нового вида сыра совместно с Кухетаусским фериалом турецкого завода. Бахашан Сагентаев высоко оценил работу завода и предложил в дальнейшем продолжать запуск новых производств. Государство, в свою очередь, всегда готово поддерживать отечественных производителей, заверил премьер-министр. Караганду посетила делегация из Румынии. Гости встретились с Акимом Карагандинской области и Ирланом Кошановым и обсудили развитие сотрудничества Румынии и нашего региона. Глава региона рассказал гостям о Караганде и области, а также предложил развивать сотрудничество в сфере образования, бизнеса и промышленности. В состав делегации, которую возглавил министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану, также вошли чрезвычайный и полномочный посол Чезар Монале Армяну и заместитель руководителя нескольких румынских министерств. Как отметил глава региона Ирлан Кошанов, по территориальному соотношению в Карагандинской области поместятся две Румынии. Он также отметил работу первого в Казахстане областного румынского культурного общества Дакии и рассказал гостям о главных достопримечательностях шахтерской столицы. Эти страницы связаны с размещением в области печали известного Карага. Эта парень трагичная связь с тем, что здесь по телефону появился один лагер, а потом появился один лагер. Это самый большой лагер для военных временных. И через него прошли около миллиона человек. История и наша память. Спасибо вам, господин министр, коллеги ваши, что поздравляете с нами нашу историю. Вы их передаете. И приехали почти дань памяти вашим погибшим. Об их традиционной судьбе свидетельствует в музее памяти жертв политического следствия в поселке Долька. Это не были как Караганды, которые я бы вам также порекомендовал посетить. Далее Аким озвучил идею дальнейшего сотрудничества Карагандинской области и Румынии в сферах образования, промышленности и бизнеса. Теодор Мерешкан, в свою очередь, сообщил, что румынские власти очень заинтересованы в развитии более тесных связей с нашим регионом. В первую очередь, в сфере энергетики. Но запланировано расширение сотрудничества и в области сельского хозяйства, лёгкой промышленности, медицины, информационных технологий, науки и исследований. У нас есть интерес к развитию всестороннего сотрудничества, в первую очередь, в сфере энергетики. Но нам также хотелось бы расширить сотрудничество в области сельского хозяйства, лёгкой промышленности, медицины, информационных технологий, науки и исследований. По итогам нашего визита в Казахстан в октябре в Румынии состоится заседание межпартийной комиссии. Это хорошая возможность представить проекты казахстанско-румынского сотрудничества. Следует отметить, что на территории нашей области функционирует около 80 этнокультурных центров. На протяжении 12 лет функционирует этнокультурное румынское объединение «Дакия», а в Карагандинском государственном университете открыта кафедра румынского языка и литературы. В завершении встречи Ирлан Кошанов по казахской традиции. Надел на плечи гостя из далекой Румынии Теодором Эльшкано Шапан. Аплодисменты 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 Асель Сазамбаева, Жуслама Кулбеков, Никита Миткин, Первый Карагандинский Кроме того, во время визита в шахтерскую столицу члены румынской делегации посетили мемориальный комплекс в Спаске, где почтили память соотечественников, ставших жертвами политических репрессий. Затем гости из зарубежья встретились с представителями Карагандинского этнокультурного румынского объединения Дакия. После встречи с главой региона Ерланом Кошановым, Теодором Эльшкано и другие гости из Румынии посетили мемориальный комплекс в Спаске. Торжественно возложив цветы, делегация почтила память своих соотечественников, которые стали жертвами политических репрессий. В Караганде я впервые узнали об этом месте и решили почтить память своих предков. К слову, в сталинских лагерях умерло более 900 румынских пленных с 1941 по 1950 годы. Ведь это наша история, которую мы должны знать. Сегодня народ не видит того ужаса, и я хочу, чтобы наши дети, внуки, не знали бед и войны. После возложения цветов к мемориалу гости из Румынии посетили Дом дружбы, где их встретили представители Карагандинского этнокультурного румынского объединения Дакия. Надев национальные костюмы и предложив гостям деликатесы, они провели небольшую экскурсию. А затем все присутствующие посетили красочный концерт. Затем делегация ознакомилась с системой образования города, посетив Карагандинский государственный технический университет. В ходе визита был подписан меморандум между Румынским техническим университетом в Бухаресте и Карагандинским КарГТУ. Документ поможет наладить взаимоотношения между вузами. Осель Созамбаева, Никита Миткин, Первый Карагандинский. 150 школьников из Карагандинской области бесплатно отправились на международную выставку Экспо. За счет бюджета павильоны увидят дети из социально уязвимых слоев населения, сироты, одаренные, достигшие успехов в учебе и спорте. В поездку, запланированную на три дня, входит проезд до Астаны и обратно, проживание в общежитии, питание, посещение достопримечательностей столицы и самой выставки. Планируется поездка более 500 школьников. Вот с таким девизом карагандинская детвора отправилась в столицу Казахстана – Астану. Школьники шахтерской столицы познакомятся с выставочными павильонами других стран, где познают новую культуру и историю, но главное – узнают много интересного об альтернативных источниках энергии. В рамках двухдневной программы предусмотрено посещение Экспо и экскурсия по Астане. Поездка в Астану продлится вплоть до завершения выставки 10 сентября. Такую возможность получили одаренные дети, достигшие успехов в учебе и спорте, и ребята из социально уязвимых слоев населения, а также сироты. Пожелал удачи и хорошего времяпровождения директор молодежного ресурсного центра Бахтиар Бекмурзаев. Провожаем школьников города Карабаны в количестве 150 человек. Это первая партия общей сниженности от плавок – 150 человек. И вот с утра пораньше, чтобы подриться, подрить праздничное настроение, зарядить энергией, подвели камни в акцию. Здесь собрались лучшие из лучших. Именно комфорт был по следующим критериям. Смотрели, когда учили на успеваемость учащихся, школьников. Десятиклассница Азиза Омарханова – одна из тех, кто получил путевку на Экспо. Азиза отличница в учебе. По словам подростка, она ожидает от выставки «Энергия будущего» много интересного. Также девочка не скрывает того, что это лето запомнится ей именно выставкой «Экспо-2017». Экспо-2017 – это выставка новых инновационных проектов. Представляя свою страну с новой стороны, мы в очередной раз будем доказывать свою мощь. Наш такой шаг, надеюсь, оценят другие страны. Сами мы пробудем на выставке два дня. Ожидаю я от нее море эмоций. Стоит отметить, что на эти цели из бюджета Караганды потратят 26 миллионов тенге. Ожидается, что Астану посетят 550 учеников. Все они относятся к социально защищенным слоям населения. Пока на выставку поехали 150 человек. С 6 по 10 класс. Первую партию юных туристов проводили родные и одноклассники. Фариза Албаева, Никита Миткин, 1-й Карагандинский. Для карагандинских врачей прошел обучающий семинар, посвященный вопросам охраны здоровья работающих в Казахстане. Провела тренинг руководитель Европейского центра по окружающей среде и охране здоровья Элизабет Паунович из Германии. А также профессор Игорь Бухтяров из Москвы. Занятия проходили в диалоговой форме, то есть каждый присутствующий мог задать любой интересующий вопрос. Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний занимается проблемами медицины, труда и медицинской экологии. На протяжении долгих лет центр успешно сотрудничает не только с казахстанскими институтами медицины, но и с Российским научно-исследовательским институтом. Охрана здоровья работающих во всем мире – это один из самых актуальных вопросов. Учитывая развитую промышленность нашей республики, решение данного вопроса также актуально. На семинаре обсудили проблемы профессиональной заболеваемости. Мы обсудили пути будущего развития и разработки стратегических документов в области защиты здоровья в работающего населения Казахстана. И то, что мы проводим семинар в Караганде – это не случайно, ведь именно здесь множество промышленных предприятий. А также здесь есть Национальный центр гигиены труда, который проводит большую работу в этой области. Встреча проходила на базе Национального центра гигиены труда и профзаболеваний. Подобный семинар проводится впервые в шахтерской столице, поэтому и желающих поучаствовать было достаточно. Тренинг проходил в диалоговом формате. Любой желающий мог задать интересующий его вопрос. Основным документом является санитарно-эпидемиологическая характеристика условий труда. И, как я уже сказала, мы занимаемся экспертизой связи заболеваний с профессией. То есть, чтобы установить профессиональное заболевание человеку, работающему во вредных и опасных условиях труда, мы опираемся как раз-таки на санитарно-эпидемиологическую характеристику, которая предоставляется, раньше мы это называли СЭС, санэпидстанция, сейчас это комитет по охране, защите права потребителей. На семинаре были затронуты вопросы различных заболеваний, пути их лечения. Местные медработники получили много полезной информации, которая в дальнейшем поможет в их работе. В настоящее время много людей страдает от проблем с позвоночником. Иногда эта патология может быть врожденной. Сейчас в большей степени такие патологии замечаются у новорожденных детей. Например, поражение головного мозга или же синдром мышечной дистонии, которая сопровождается малоподвижностью ребенка, частыми приступами острых кривошей, поражением головного мозга. Все эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием атлант. Но сегодня проблема решаема. Одним из таких клиентов стал трехмесячный Генрик Зараглян. Его беспокоила очаговая патологическая активность по левой теменно-височной области. Как оказалось, у юного пациента была обнаружена мышечная дистония и ротационный подвывих атланта. Такой подвывих становится причиной малоподвижности ребенка и частых приступов кривошей. Дефект сопровождается постоянным плачем, неумением лежать на животе и неустойчивостью головы, а также полным отсутствием движения в области шеи и головы. После всех обследований пациента стартовала восстановительная программа «Атланта». 7 июля текущего года малышу была проведена процедура коррекции положения первого шейного позвонка «Атланта». Спустя 17 дней после процедуры у маленького Генрика уже не были выявлены органические патологии. А это говорит о том, что он уже полностью ортопедически здоров. Наиболее частые причины смещения «Атланта» – это акушерская травма при родах и кесарево сечения. В центрах здорового позвоночника «Атлант» существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить или же уменьшить смещение «Атланта» относительно черепа при помощи безопасной эффективной методики. Если у вас есть нарушение осанки, головная боль, боли в шее, боли в пояснице, анемия в руках, беспокоить шаткость при ходьбе, любые неврологические симптомы, то добро пожаловать к нам. Мы проведем вам диагностику, соответственно, если есть причина, устраним ее. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. В следующие изменения ребенок стал более активен. Сама села через шпага, то есть пластика была очень хорошая. Видела, что людей, прежде всего, интересует здоровье клиента и результат. Не целя для того, чтобы сделать рекламу и привлечь побольше людей, а именно доказать, что это необходимо, прежде всего, для здоровья и будущего. Чем раньше вы приведете свое дитя, тем лучше будет результат, и тем дальше будет меньше проблем со здоровьем. Все желающие могут обратиться по адресу Ерубаева, 58, кабинет 4, или же записаться по телефону 8 708 436 500, или же 365 300. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию по номеру 420649. Также наши новости вы можете посмотреть на сайте телеканала Первый Карагандинский. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова